Договор с ним на поставку ресурса Для этого нужно все-таки в доме определиться, чего они хотят. Для того, чтобы просто проводить денежные платежи напрямую с сетевой компанией на ее счет, либо получать коммунальную услугу по предоставлению коммунального ресурса от сетевой компании. Тогда это будет непосредственно управление, когда они будут заключать договора на предоставление коммунальной услуги с сетевой компанией. Чтобы платить напрямую поставщикам ресурсов, но при этом оставаться в управлении управляющей организации, нужно всего-навсего провести общее собрание собственников и принять необходимое решение. И данный протокол, допустим, принести в управляющую организацию, в сетевую компанию. И, я думаю, у них не будет проблем, чтобы осуществлять расчеты напрямую. И при этом за качество и нормативные показатели услуги несет ответственность их управляющая организация. Та организация, с которой заключен договор. По-другому, такой способ оплаты за жилищно-коммунальные услуги называется расщепление платежей. То есть, за жилищные услуги вы платите непосредственно управляющей компанией, а за коммунальные – напрямую поставщикам ресурсов. Если общее собрание примет это решение, то управляющая организация обязана вам выставлять квитанции именно таким образом – расщепленными. Продолжение следует... Продолжение следует...